Спортивные драмы всегда имели огромное влияние на зрителя. Интересная история зачастую на реальных событиях, примеры для подражания в преодолении трудностей, борьба с оппонентами и самим собой. Ну и в конце концов, это занятное и мотивирующее на свершение киноленты. К слову, о мотивирующих кинолентах мы еще обязательно поговорим уже в скором времени. А пока отвечу на два потенциальных вопроса. Нет, это далеко не все фильмы на спортивную тематику, которые я хочу порекомендовать. Потому что формировал список с учетом разнообразия видов спорта. Второе. Нет, франшизы Рокки здесь не будет. Она и так в каждом втором топе у всех обзорщиков. С лирическими отступлениями покончено, переходим к нашей десятке. Поехали! Десятое место. Гол. Талантливый мексиканский парнишка Сантьяго Муниес мечтает стать профессиональным футболистом. Он уже давно стал звездой на любительском уровне у себя на родине, и внезапно ему выпадает возможность показать себя на просмотре в одном из популярных клубов английской премьер-лиги. В юности обожал эту картину, а со временем не стал относиться к ней хуже, поскольку маломальски внятные фильмы о футболе выходят настолько редко, что даже становится порой стыдно, что один из самых популярных видов спорта в мире освещается в кинематографе настолько скудно. Девятое место. Фаворит. В основе истории темная лошадка, которая не годится для гонок на ипподроме и слепнущий жокей в исполнении Тоби Магуайра. Такая себе дрим-тим из аутсайдеров. Этому тандему на пути к мечте предстоит пройти немало трудностей практически на каждом этапе развития сюжета этой ленты, но смотрится она буквально на одном дыхании и, как по мне, весьма несправедливо недооценена нашим зрителям. Картина получила 7 номинаций на Оскар, а по итогу осталась у разбитого корыта. Но к просмотру однозначно рекомендую. 8 место. Человек, который изменил все. А вот еще одна кинолента, которая получила целую охапку номинаций, но не урвала ни одной награды. Фильм снят по книге Майкла М. Льюиса, изданной в 2003 году об оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере Билли Бинне. Его цель – создать конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря на огромные финансовые трудности. Но чтобы выйти из ситуации, нужно применять максимально своеобразный подход. В противном случае провал обеспечен. 7 место. Пеле. Рождение легенды. Имя, которое знают все. Независимо от пола, возраста, национальности и т.д. История стремительного восхождения талантливого мальчика Пеле из трущоб Сен-Паулу от дворовой босоногой команды до победы на чемпионате мира вполне получилась, несмотря на некоторые нюансы. Чего уж там, в этом фильме есть камео самого короля футбола. Вряд ли я смогу чем-то дополнить этот аргумент. 6 место. Гонка. 70-е годы 20 века. Золотое время Формулы-1. Обтекаемые формы гоночных машин. Брутальные на треке и ранимые в обычной жизни гонщики. Сексуальные поклонницы. Литры шампанского на финише для победителя. Два непримиримых соперника в истории гонок. Обаятельный плейбой англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный перфекционист-австреец Никки Лауда доводят себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе. Для них нет легких путей к победе и права на ошибку. Единственный промах может стоить гонщикам карьеры и даже жизни. 5 место. Тренер Картер. Фильм основан на реальной истории, произошедшие в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер принял в середине сезона беспрецедентное решение, запретив игрокам, не испытавшим еще ни одного поражения, выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. В итоге команда пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был закрыт доступ в спортзал до тех пор, пока они и начнут хорошо учиться. Поступок Картера вызвал одновременно и одобрение, и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. 4 место. Нокдаун. Потерпев несколько поражений к ряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэдок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэдок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется шанс доказать, что он все еще способен побеждать. 3 место. Воин. Фильм Гевина О'Коннора разделил зрителей на два лагеря. Те, кто имеет непосредственное отношение к боевым искусствам, испытали сильнейшее сжение ниже спины. А вот массовые зрители эту ленту слопал не задумываясь и готов просить добавки. Учитывая, что я не имею никакого отношения к первым, я разделяю впечатления вторых на 100%. История, динамика, бои, актерская игра – все это мне зашло на ура и думаю, вы также не останетесь равнодушными. Особенно, если последуете моему примеру и не станете ничего читать об этом фильме перед просмотром. 2 место. Вспоминая Титанов. Может кто-то будет со мной не согласен, но лично для меня это один из любимых фильмов в жанре. С удовольствием его регулярно пересматривают. Здесь было все – склоки, вражда, взаимная ненависть как на личной, так и на расовой почве, поскольку это первая школьная команда, которая решила допускать участие в турнире школьников, независимо от цвета кожи. И прежде чем перейти к вопросу общих целей, игрокам нужно прежде всего не поубивать друг друга. 1 место. Малышка на миллион. Тяжелая, но охренительная история, вышедшая в свет под чутким руководством Клинта Иствуда, которая еще и 4 премии Оскарса получила. Тренеру по боксу Фрэнку Данну так и не удалось воспитать чемпиона. Он владеет спортивным залом в Лос-Анджелесе, где все еще проводит тренировки. Дочь не отвечает на его письма, а его лучший боец подписал контракт с другим менеджером. Неожиданно в жизни Фрэнка появляется Мэгги Фиджеральд – 31-летняя официантка, мечтающая стать боксером. Фрэнк не желает тренировать женщину, но упорство Мэгги заставляет его передумать. Впереди их главное сражение, требующее собрать в кулак всю волю и мужество. Ну а пока мы готовим вторую часть, не забываем о подписке на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Будем благодарны любым вашим комментариям. И по традиции, смотрите только хорошее кино. Пока!